У меня в руках кошка с клювом, естественно, у которой в голове клевер. Ну, пока всё нормально, скажете вы. Согласен. Всё очень логично, закономерно, вполне ожидаемо. Первое, что мне когда говорят, Эльдар, кошка с клювом! Я сразу такой, ну, не знаю, клевер! Кстати, эта херня была собрана, когда я открыл яйцо, то есть меня даже лишили удовольствия. Тут просто нажимаешь, и клевер в башке меняется, например, на зелёненький. И это значит, что у неё хорошее настроение. Нажимаешь ещё раз, например, чёрненький, значит, не очень хорошее. Очень большой чёрный, хуёвое. Откровенно хуёвое настроение. То есть, ну, кошка может, ну, не знаю, руку тебе сломать. Ну, что-нибудь украсть дома у тебя, например. Например, например, заебу на тебя накатать. Ну, что ты ограбил её. Ну, или, например, написать пару песен для Стаса Михайлова, которые обязательно станут популярными и будут звучать из каждой говнотачки, и не только говнотачки, на улице. И стоять у каждой учительницы русского языка на звонке. Или, например, хорошее настроение. Два клевера и радуга. Или большой зелёный клевер. Тоже очень хорошее настроение. И поэтому я хочу задать вполне рациональный вопрос. Может быть, просто бить ребёнка бутылкой по голове? Или, например, при нём всегда разговаривать на выдуманном языке, чтобы думал, что это настоящий язык, и другого вообще не знал никакого. Может быть, какие-то тяжёлые наркотики подмешивать ему в кашу? Чтобы ребёнок с кодушей слетел? Нет, не хотим. Мы будем заботиться о ребёнке. Ну, а зачем вы сделали синюю кошку с клевом-склевером в голове? Мне же спать после этого всего! Я хочу пойти поспать! Я себя хорошо вёл! Я хочу что-то, что может в моё сознание вместить без каких-то травм сильных, без потерь! Вы же трахаете меня в голову! Просто дыру просверлили членом туда, членом, членом! Синяя кошка трахает мою голову! Дети же бухать начнут в пятом классе! Ну, серьёзно! Некоторые, конечно, бухают, но это плохо! Дети в пятом классе будут с похмелья приходить и говорить... Я вчера открыл киндер, а там синяя кошка с клевом-склевером в голове! Я нажался просто, нажался, наорал на родителей! Чувствую себя говном, да и плохо! Чему учит такая игрушка? Чему? Она учит тому, что ты всегда будешь рабом этой системы! Которая никогда не поймёт, как она устроена! Ты всегда будешь подчиняться! Ты всегда будешь слабым и незащищённым перед создателями игрушек киндер! Ждал чего-то хорошего? Кошку серую? Нет! Держи синюю! С милой мордочкой? Нет! Хер тебе! Клюв! С маленьким мозгом в голове? Нет! Клевер в голове! Эй, у нас закончились идеи! Принесите чего-нибудь ещё тяжёленького! Или просто откройте в комнате баллон с веселящим газом! Мы не можем придумать! Кошка синяя с клевером в голове! Клюв что-нибудь такое! Давайте скорее! Я не говорю, что игрушки должны быть серые прямоугольники! Мягкие немножко, чтобы ещё не причинить боль ребёнку! Но это слишком! Да, она лает скорее всего! Ну, знаете что? Вот, например, кошка, да? Но она клювья на синяя! Сложно предположить, что она мяукает! Ну, стопудово не мяукает! Точно! Ну, гавкает ещё может быть! Кошки, собаки, да? Они как-то близко рядом стоят в нашем понимании! Ну, и даже вряд ли гавкает! Скорее всего, она... Она как-то вот так делает! Куга! Куга-люга! 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 Ну, точно же не мяукает! И ещё тут на обратной стороне штучка, чтобы её вешать на шее как кулон! Нахера это вешать как кулон? Чтобы не забывать, какой безумный мир вокруг тебя? Эй, парень, да что с тобой? Да вот что со мной. О, окей, чувак, ладно. Чтобы он висел у тебя всегда на шее поверх одежды. И люди думали, что родители тебя любят и дарят тебе игрушки, чтобы подчеркнуть дуализм всего нашего бытия. То есть, что родители любят тебя и дарят тебе игрушки, но эти игрушки несут с собой. Боль. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл.